Многочисленные коробки и пакеты содержат все то, что так необходимо жителям дома-интерната. Дезинфицирующие средства, маски, перчатки, теплые вещи, чулочно-носочные изделия. Идея реализации такой доброй акции исходила представительниц Белорусского союза женщин. Проект поддержали и другие неравнодушные горожане. Так, вместе удалось сделать одно общее доброе дело. Хорошая такая добрая традиция в День инвалидов посещать такие учреждения, оказывать помощь. И в нынешнее время Белорусский союз женщин принял решение, что, наверное, самое актуальное на сегодняшний день данному учреждению оказать помощь в виде дезинфицирующих средств для обработки помещений, полов, санузлов, жидкого мыла, масок, перчаток, ну и в том числе другую помощь. Сегодня эту акцию поддержала наша областная организация, в том числе с привлечением членов городской организации Белорусского союза женщин и организации Брестского района. Конечно, в Доме-интернате всегда рады гостям, в любом количестве, ведь это в первую очередь общение, которого многим так не хватает. Добрые, позитивные эмоции воплотились в небольшой концерт, который разбавил серые будни и привнес нотки радости в жизнь и проживающих, и гостей. Для этого учреждения немаловажно и наше внимание просто добрыми словами, согретой теплом и уютом, заботой женщин об этой категории, наших граждан. Дом-интернат в деревне Волки всегда был открыт гостям и друзьям, однако пока коронавирусные меры не позволяют реализовывать все задуманное в полной мере. Все же безопасность сейчас превыше всего. Сегодня здесь на обеспечении находится 128 человек, самому юному из которых чуть больше 20, а самому возрастному далеко за 80. Конечно, коллективу удается создать для этих людей максимально комфортные условия. Для этого трудится команда профессионалов, однако заботы со стороны других лишней никогда не будет. В основном, конечно, это здесь пожилые люди, поэтому, соответственно, и дополнительный уход проводится. Медицинское отделение у нас расположено и проводится в двух уровнях. Те, кто находится на постельном режиме, требуется дополнительный уход, постоянная посторонняя помощь. Тема, соответственно, дополнительный проводится она и медицинская помощь, социальная. Те люди, которые, возможно, по медицинским показателям, по назначениям заниматься трудотерапией, социальной работой, они участвуют в культурно-массовых мероприятиях, спортивных. Эти мероприятия для проживающих здесь людей также являются элементом социальной реабилитации, а это значит, что такие добрые встречи будут продолжаться. Продолжение следует...